Так, ну, наверное, я не буду все-таки уж совсем-то с азов начинать. Знаете, что в комбинаторике, как принято рассказывать комбинаторику? Принято говорить, что в самой основе комбинаторики лежат некоторые принципы, правила. Есть правила сложения, правила умножения и принцип Дерехле. Вот поднимите честно руку, кому стоит напомнить, что такое правила сложения или правила умножения. О, такие люди есть. Замечательно. Значит, я буду напоминать. Но простит меня вся аудитория в целом, я сейчас это быстро сделаю, то есть я буду делать, конечно, в темпе. Вот у нас есть какое-то множество объектов А. Да, кстати, по поводу темпа чтения лекций. Если аудитория в целом почувствует, что темп слишком низкий, пожалуйста, разгоняйте меня. Говорить быстро я умею. И писать тоже быстро я могу при необходимости. Но если наоборот вам кажется, что темп очень высокий, то, пожалуйста, кричите, что надо притормозить, и нам непонятно. Итак, вот есть какое-то множество объектов А. Множество, естественно, обозначается фигурными скобками, как обычно. Есть еще какое-то другое множество объектов B. Эти объекты мы обозначим B1 и так далее, BM. М. Тривиальный вопрос состоит в следующем. Сколько существует способов либо извлечь один объект из множества А, либо извлечь один объект из множества B? Знаете, сколько существует способов? Я думаю, все знают, что это N плюс M. Вот это, собственно, и называется правило сложения, которое просто в тривиальных комбинаторных задачах на уровне школы решающихся нужно, конечно, уметь углядеть. Так, это правило сложения. Правило умножения состоит в следующем. Мы хотим теперь выбирать произвольный объект из множества А и вслед за ним ставить какой-то произвольный объект из множества B. То есть рассматривать последовательно два элемента. Один отсюда, другой отсюда. Понятно, что количество способов осуществить такую операцию есть N умножить на M, и это есть правило умножения. Ну, тем не менее, на вот этих вот тривиальных правилах сложения и умножения основаны очень многие решения комбинаторных задач. И, разумеется, даже такой триф надо как-то вспомнить. Хорошо, давайте принцип Дерихли я быстренько напомню. Очень люблю его, потому что в этом принципе поминаются кролики. А кролик – это одно из любимых моих животных. Значит, принцип Дерихли – это классическое утверждение о том, что если у нас есть N ящиков, N клеток и N плюс один кролик. Слушайте, я довольно крупно сейчас пишу, но мне кажется, что эта часть доски все-таки сзади не видна. Ну, покуда я рассказываю тривиальности, наверное, это не смертельно, но как только найдется человек, для которого то, что я утверждаю, не является тривиальностью, то, пожалуйста, пусть этот человек заявится и скажет мне, чтобы я соизволил писать сверху. Ну, что делать? Значит, у меня есть N ящиков, есть N плюс один кролик, и я пытаюсь этих N плюс одного кролика рассадить по N ящикам. Понятно, что как бы я это ни делал, найдется ящик, в котором будут сидеть не меньше, чем два кролика. Это, я думаю, тоже все прекрасно знают, такой замечательный принцип. Значит, принцип Дерихли, он же принцип ящиков. На самом деле, при том, что вы знаете, конечно, этот принцип, вы должны понимать, что в очень многих математических серьезных задачах этот принцип очень глубоко зарыт. То есть, на самом деле, есть примеры задач, когда совершенно непонятно, где находятся вот эти ящики и где находятся кролики. То есть, кто служит ящиком и кто служит кроликом. Принцип Дерихли – это действительно, в общем, очень глубокий принцип такого вот комбинаторного выбора. И, наверное, в каких-то дальнейших лекциях мы увидим, как это работает. Так, ну, давайте я сразу напомню какие-то основные комбинаторные объекты перечислительные. И следующее, тоже такое в темпе, в хорошем напоминании, потому что я думаю, что большинство присутствующих знает, о чем идет речь. Это то, что называется сочетание размещения перестановки. Ну, вот в этом месте я думаю, что терминология на самом деле уже не всем прямо уж присутствующим известна, потому что, ну, как вам сказать, скажем, в математических классах каких-то школ, наверное, рассуждают ровно в этих терминах. И люди, которые проходили через какие-то олимпиады, эти термины знают. А если человек просто учился где-то в университете, он может этих слов и не помнить. Это вполне нормально. Поэтому давайте я напомню, о чем идет речь. Значит, есть опять множество объектов. А большое. Сами объекты мы обозначаем А с индексом 1, А с индексом n. Вот, по-моему, я стал жирнее писать. Кажется, искусство ко мне приходит. Так, есть множество объектов. Давайте мы зафиксируем какое-нибудь натуральное число k, которое на самом деле от 0 до n. А все присутствующие знают, что 0 – это натуральное число. Вот, видите, не все присутствующие знают такое тайное знание. Дело в том, что в школе учат, что 0 – это ненатуральное число. А потом, когда школьник поступает в университет или куда-нибудь, ему, как правило, открывают глаза на такое вот великое обстоятельство. 0-то, оказывается, это натуральное число. Что? Ну, как вам сказать, вот вся кафедра логики на Мехмате считает, что 0 – это натуральное число. Можете поговорить с любым представителем этой кафедры. Для кого? Для целых, неопределительных тысячелетных. Конечно, да, потому что вот есть разночтение в этих понятиях. Но я считаю вместе с кафедрой логики, хотя к ней никакого отношения не имею, что 0 – это натуральное число. Все. Значит, считайте, что я даже не из кафедры логики, а из Европы, если хотите. Моя позиция такая – 0 – это натуральное число. Ладно, берем произвольное k от 0 до n. Сейчас эта дискуссия не так существенная. Ну и давайте рассмотрим, какие бывают ситуации. Как можно выбрать k объектов из множества a? Ну, что такое выбрать 0 объектов, я думаю, все понимают. Это взять просто пустое подмножество, да? Это выбрать 0 объектов. Ну, это вполне нормально. В конце концов, например, множество крокодилов в Москве-реке, скорее всего, пустое. Я, как видите, очень аккуратен, но я думаю, что оно все-таки пустое. Поэтому вот количество способов выбрать крокодила, поймать крокодила в Москве-реке, оно, наверное, равно единице. Ну, хорошо, а как еще вообще, как можно выбирать из множества a, k объектов, какие существуют варианты выбора? Значит, существуют варианты следующие. Во-первых, можно выбирать элементы последовательно. Значит, последовательный выбор. Последовательный выбор. То есть это выбор, при котором для нас важен порядок, в котором мы извлекаем элементы из множества a. Вот давайте я здесь еще подчеркну, что порядок важен. В общем, не знаю, насколько видно, но слышно наверняка. Значит, последовательный выбор – это когда порядок важен. Он, в свою очередь, дробится на две ситуации. Да, не путайте вот это a с вот этим a, пожалуйста. Это пункт. Давайте я напишу вот так. 1a, тогда точно путаницы не будет. Значит, в рамках пункта 1a мы скажем, что элементы, которые мы выбираем, различные. Выбираемые элементы обязательно различные. А в рамках пункта 1b мы скажем, что вообще говоря элементы могут и совпадать. То есть мы как бы выбираем какой-то элемент, запоминаем, как его выбрали, кладем на место и снова выбираем, что элементы могут совпадать. Нет, элементы, которые мы выбираем. Вот как можно выбрать k элементов из множества a? Нет, множество a – все элементы различные. Теперь как можно выбрать k элементов из множества a? Можно их выбирать последовательно, то есть с учетом порядка, но при этом можно требовать, чтобы последовательно их выбирая, мы еще и получали каждый раз какой-то новый элемент. А можно этого не требовать, можно говорить, пожалуйста, пусть буквы в слове бывают совпадающими. Скажем, вот здесь вот получится какое-нибудь слово лягушка, и в нем действительно все буквы различные. А здесь, пожалуйста, можно написать jaba, и это ничему не противоречит. Так, я ответил на вопрос. Но при этом, когда я выбираю последовательно, для меня лягушка и гуляшка – это все-таки разные слова. Точно так же, как jaba и abash – это разные слова. А можно делать выбор не последовательный, а, так сказать, кучей. То есть можно взять в пригоршню каких-то k букв отсюда и совершенно наплевать на то, в каком порядке они в этой пригоршне лежат. Просто выбрать какие-то k букв и на этом успокоиться. Значит, без учета порядка это вторая ситуация. И, разумеется, дробится она на пункты точно так же, как и первая. Я не буду писать, но 2a – это когда мы требуем, чтобы элементы были различными, и 2b – когда они, в принципе, могут совпадать. Так, вы мне скажите, если для вас вот эта вот классификация ситуации является в какой-то мере новой, то я, наверное, буду медленнее рассуждать. Но мне не кажется, что она должна быть сильно новой. Это, в общем, более-менее понятно. Значит, смотрите. Когда порядок нам не важен, когда порядок нам не важен, мы говорим о сочетаниях. Терминология именно такая. Сочетанием называется такая выборка k элементов из множества a, в которой порядок не важен, то есть та, которая помещается в пригоршню и никакого содержательного слова не образует. Это просто множество букв некоторого будущего слова, если можно так выразиться. Вот. А если нас интересует последовательный выбор, как здесь, то речь идет о размещении. Мы именно размещаем объекты по фиксированным ячейкам. Нам важен их порядок. А сочетание – это кучка. Ну и если мы требуем, чтобы элементы были различными, то мы говорим либо о сочетаниях, либо о размещениях без повторений. А во втором случае мы говорим, соответственно, о размещениях и сочетаниях с повторениями. Значит, без повторений – это когда различные, не повторяются элементы, а с повторением – это когда им разрешается совпадать. Вот такая вот стандартная классическая терминология. Так, могу я стереть то, что я здесь написал? Можете, потому что и так ничего не видно. Я понимаю. Ну, знаете, хорошо, что она еще не вертится вот так вот по оси, потому что вот здесь она, видите, какая. Супер. Написал, и сразу в ту сторону пошло. Так она немножко болтается, конечно. Так. Но зато смотрите, какой здесь есть девайс. Вот если я случайно напишу фломастером, которым не на доске надо писать, да, а маркером таким, то вот я смогу стереть. Это как раз хорошо. Хотите проверить, да? Пока нету. Ну, следующий вопрос будет, кто идет за спиртом. Потому что вдруг эта штука не поможет. Вот спирт, он всегда помогает чистый. Каждый понял, в общем, правильно, я бы так сказал. Так, хорошо, давайте введем стандартное обозначение. Значит, как у нас было? Первый случай – это размещение, и в рамках пункта А у нас не было повторений. Тогда обозначение такое. Значит, размещение без повторений, которое можно выбрать из N объектов, так, чтобы каждое размещение содержало K объектов, их количество обозначается А из N по K. Значит, друзья, я уверен, что вы это обозначение так или иначе видели, но что я вам хочу сказать? Пожалуйста, научитесь произносить его правильно. А из N по K. Вот никак-нибудь по-другому там не АКН, АНК там, А из K по N. Вот все-таки А из N по K, потому что мы из N объектов берем K. Меня удивляет, что умные люди, которые прекрасно понимают смысл этого обозначения, почему-то совершенно не хотят правильно его произносить. Вот, соответственно, в пункте 1B мы имеем дело по-прежнему с размещениями, но повторения разрешены, и это обычно отражается в черточке над символом А. Соответственно, 2А – это самая любимая величина C из N по K. И к вопросу о культуре речи жизнь усложняется следующим образом. Дело в том, что вот это вот обозначение, оно общепринятое в России, но в мире его более-менее перестали использовать. Я вот за него держусь, потому что хоть я вроде как и европеец, но я все-таки еще и патриот. А вообще в мире обычно используют вот такое обозначение, и это страшно путает людей, которые этим постоянно не занимаются. Потому что, смотрите, N снизу, K сверху, а здесь N сверху, K снизу. Но все равно это из N по K. Где бы N ни стояло, сверху или снизу, это из N по K. N чуз K, вот в техе даже так пишут, из N выбрать K. Так, и 2B, это когда нам разрешены повторения, это C из N по K с чертой. А европейского не знаю, понимаете? Я вот знаю только для C из N по K, честно говоря. Там есть много разных вариантов, но вот именно это конкретно я не знаю, как принято обозначать. Универсального, мне кажется, нет. А вот в России как-то это более или менее универсально. Значит, давайте я сформулирую одну теорему, которую стыдно называть теоремой на фоне того, о чем я буду рассказывать когда-нибудь в рамках этого курса. Но все-таки это теорема на фоне того, что мы уже написали здесь. Это сильнее, чем принцип Дерехле, по крайней мере. Значит, самое простое, это A из N по K с чертой. Это, конечно, равняется N в степени K. Сейчас я все докажу быстренько. Значит, дальше A из N по K. Это N факториал поделить на N минус K факториал. И уж поверить в то, что присутствующие не знают, что такое факториал, я, наверное, не смогу. Так, дальше C из N по K. Вот они ровно так усложняются, эти величины. C из N по K – это есть N факториал поделить на K факториал на N минус K факториал. И, наконец, C из N по K с чертой. Это есть C из N плюс K минус 1 по K. Думаю, что последнюю формулу все-таки помнят не все. Это классическая задача о перегородках. Ну, сейчас я все напомню. Так, мне кажется, что я должен это стирать и доказывать на этой же части доски. Правильно я понимаю? Ну, а что, какая разница-то? Все равно стирать потом придется. Нет, переворачивать не буду. Это я просто, видите, не хочу, чтобы она переворачивалась. Нет, он, конечно, стирается. О, поехали. Не, ну, к сожалению, все эти доски страдают, конечно. То есть, на самом деле, хорошая меловая доска, с которой легко стирать, это гораздо лучше, чем любая маркерная. Это точно совершенно. Но, кстати, я вот все хвалил. Климентовскую аудиторию, в которой такой замечательный постамент, прямо сцена, да? Она этим хороша. Но она плоха тем, что там совершенно кошмарная меловая доска. Совершенно кошмарная. С нее ничего не стирается. То есть, по-хорошему, там надо было держать такое большое ведро и тряпку. И вот так вот мыть все время, мыть. А руками там ничего сделать было нельзя. Семь потов сходило, пока сотрешь. Так, ну, смотрите, почему А из Н пока с чертой равняется Н в степени К? Вообще, это даже довольно забавно, понимаете? Обозначение длиннее, чем результат. Итак, ну как, у нас есть Н элементов, Н объектов, А1 и так далее, АН. И мы должны из них выбрать К штук, причем последовательно и без, ну как, наоборот, с повторениями. То есть, пожалуйста, могут повторяться элементы. Ну, так в чистом виде правило умножения, ничего больше. То есть, мы берем любой из Н элементов на первую позицию, любой из Н элементов на вторую позицию и так далее. Так всего К позиция. Ну, понятно, что Н в степени К способов. Можно неподробнее? Так. А из Н пока совершенно так же доказывается, что равно НН-1 и так далее. Н-К плюс 1. Потому что на первую позицию мы имеем право поставить любой из Н наших объектов. Но, коль скоро мы его поставили на первую позицию, на вторую позицию, конечно, нам остается выбор только из Н-1. Потому что повторяться-то они теперь не могут. На третью Н-2 и так далее. На К, то, соответственно, нетрудно видеть, что Н-К плюс 1. Ну, и если записать это через факториалы, то будет как раз Н факториал поделить на Н-К факториал. Так, С из Н-ПК. Ну, С из Н-ПК это просто А из Н-ПК поделить на К факториал. Потому что если у нас есть какое-то сочетание, то из него можно составить, конечно, К факториал размещений различных. Если у нас есть кучка букв Л, Я, Г, У, Ш, К, А, то из этих семи в данном случае букв понятно, что можно составить 5040 различных слов. Лягушка, гуляшка, там, елгушка и так далее. Все, что хотите. Таких 5040, то есть размещений ровно в К факториал раз больше, чем сочетание. Отсюда и получается формула, заявленная в теории. Значит, последнее, что нужно напомнить, это почему С из Н-ПК с чертой равняется С из Н плюс К минус 1 ПК. Это самый сложный факт из перечисленных. Поднимите руки, кто может сходу доказать, почему это так? Мне просто интересно. Но, видите, уже не все. Сейчас докажем. Сейчас докажем. Сейчас виноват небольшой, маленький перерыв. У меня сейчас лекция. Ничего. Ага, я потом перезвоню. Так. Видите, какой маленький перерыв. Так. По-моему, надо стирать то, что сверху. Ну, смотрите, надо рассуждать следующим образом. Опять у нас имеются объекты А1 и так далее, АН. И вот, допустим, у нас есть какое-то К-сочетание с повторениями. Значит, К-сочетание с повторениями. Дано какое-то К-сочетание с повторениями. Сейчас мы его закодируем. Но не от пьянства, конечно. Сейчас мы поставим ему в соответствии некоторую последовательность чисел. Вот есть К-сочетание с повторениями. Понятно, что в нем могут быть символы А1, правильно? Ну, правда, их может и не быть, конечно. Но могут и быть. Вот давайте поставим столько единиц, сколько раз символ А1 встречается в данном К-сочетании с повторениями. Но если он ни разу не встречается, мы вообще единицы ставить не будем. К вопросу о натуральности числа 0. Это натуральное число. Мы поставим 0 единиц. Если А1 встречается 0 раз в сочетании, то мы поставим 0 единиц. Если оно встречается 10 раз, то мы поставим 10 единиц. После этого нарисуем 0 в качестве такой перегородки. 0 будет служить перегородкой. Дальше посмотрим, сколько раз символ А2 встречается в нашем К-сочетании. И точно так же нарисуем столько единиц, вот сколько раз он встретился. И снова нарисуем 0. Потом посмотрим, сколько раз А3 встречается. Ну, представим себе, что ни разу. Все равно нарисуем 0. Вот ни одной единицы не нарисовали, а 0 нарисовали обязательно в качестве перегородки. Перегородки отделяют группы единиц, количество которых, вот внутри каждой группы, это количество вхождений соответствующего символа в наше К-сочетание. Вот. Ну и так далее. Так, вопрос к слушателям, особенно к тем, кто не поднял руку по поводу вот этой формулы. Как вы считаете, сколько в этой последовательности единиц, в этом коде, который мы сопоставили нашему К-сочетанию? Единиц, разумеется, К. Потому что здесь столько единиц, сколько раз встретился символ А1, здесь столько, сколько раз встретился символ А2. В сумме как раз будет размер нашего К-сочетания. Значит, единиц у нас К-штук. А сколько нулей? n-1, да, потому что вначале мы 0 не ставили, и в самый конец мы, конечно, тоже 0 ставить не будем, потому что ни от чего отгораживаться. Нулей у нас получится n-1 штука. Это все понимают? Просто мы ставим перегородку после группы А1, ставим перегородку после группы А2, и, наконец, ставим перегородку после группы А с индексом n-1. Но для группы АН уже перегородка не нужна. Итого, n-1 перегородка, n-1, 0. То есть вся последовательность имеет в аккурат длину n-k-1. n-k-1 — это количество всего элементов последовательности, которую мы сейчас сопоставили нашему К-сочетанию. Я утверждаю, что между всеми К-сочетаниями и всеми такими последовательностями мы установили тем самым взаимно однозначное соответствие. Мне кажется, это очевидно. Что понятно, как по сочетанию построить последовательности, понятно, как из последовательности восстановить сочетание. Это, конечно, и биекция, и сюръекция, эти слова я уж не буду напоминать. Это, конечно, взаимно однозначное соответствие. Осталось посчитать, сколько есть наших последовательностей. Так понятно, у нас есть n-k-1 позиция всего, и из этих n-k-1 позиции надо выбрать k штук, на которых будут стоять единицы. Все, вот столько у нас последовательности, стало быть, столько же и сочетаний с повторением. Часть народа, конечно, уже засыпает, я понимаю, но, в общем, надо было это напомнить тоже. На семинарах будут задачки, которые потребуют воспоминания об этом в том числе. Ну, хорошо, часть народа заснула, но всем понятно, да? Во всяком случае. Отлично. А во сне очень хорошо усваиваются, кстати, знания. Так. Так. Что еще я хочу вам напомнить? А, ну, конечно, я хочу вам напомнить, что бывает бином Ньютона. Это, я думаю, все присутствующие знают, поэтому я просто напишу. Сумма пока от 0 до n, c из n пока, x в катый, y в n минус катый. Поскольку бывает бином Ньютона, то вот эти вот чиселки сочетания c из n пока еще носят название биномиальных коэффициентов. Стандартный термин для c из n пока это биномиальный коэффициент. И под этим названием я как-то даже больше его люблю, чем под названием число сочетаний. Откуда он здесь берется, я думаю, все понимают, уж такую тривиальность я сейчас не буду жевать. Вот. Так, а все ли знают, как возводить в n-ную степень вот такую более общую конструкцию? У нас есть сумма k слагаемых, и мы хотим эту сумму возвести в n-ную степень. Вот не двух слагаемых, как в биноме. b это 2 как раз, а сумму нескольких большего числа слагаемых. Как возводить в n-ную степень? Поднимите руки, кто помнит, как это делать. Так, есть кому напоминать. Отлично. Отлично. Это надо обязательно знать, конечно. Это совершенно классическая вещь, которую я вам, конечно, тоже сейчас напомню. Для этого давайте я, наверное, отойду немножко в сторону и поставлю, казалось бы, другой вопрос. Вот у меня есть слово комбинаторика. Я сейчас постараюсь и напишу его пожирнее. Вот у меня есть слово комбинаторика. Давайте я начну переставлять между собой его буквы. Ну, у меня будут получаться какие-то, вообще говоря, бессмысленные слова, типа, там, кобминаторика, мбокинаторика, но там не все произносимо. Нет, ничего неприличного, просто вот, ну, произнести не могу. Можно там как-нибудь переставить так, а, киро, та, ни, бомок. Вот. Сколько всего существует таких перестановок? Сколькими способами можно переставить буквы слова комбинаторика так, чтобы каждый раз получалось некоторое новое слово, вообще говоря, не обязательно что-то означающее? Вот не 13 факториал, потому что, да, некоторые буквицы повторяются, правильно? Вот, ну, давайте я эту задачу поставлю в самом общем виде. Вот у меня, смотрите, у меня есть n1, буква а1, n2, буквы а2 и так далее, nk, буква k. А всего n букв. Ну, n – это сумма чисел n1, n2 и так далее, nk. Давайте просто по определению n – это n1 плюс n2 плюс и так далее, плюс nk. В общем виде задача звучит так. Сколькими способами можно составить слово, имея в распоряжении вот такие вот буквы и желая задействовать их все сразу, то есть слово, состоящее в точности из n букв. Сколько существует слов длины n, составленных из n1, буква а1, n2, буква а2, nk, буква k. Ясно, что это обобщение вопроса про число перестановок в слове комбинаторика. Так, давайте ответ обозначим p от n1 и так далее, nk. Это просто обозначение для ответа вот в этом вопросе. Сколькими способами можно составить слово? Ну и давайте напишем букву t перед этим, означающую теорема. У нас уже была одна теорема в этом курсе, это вторая по сложности. Значит, ну она не сложнее на самом деле, последней той теоремы. Ну ладно. n факториал поделить на n1 факториал, n2 факториал и так далее, nk факториал. В частности, если говорить о слове комбинаторика, то кто-то правильно порывался разделить 13 факториал на произведение еще каких-то факториалов. 13 это количество букв как раз в слове комбинаторика. А факториалы, которые должны стоять в знаменателе, ну, например, o повторяется дважды, поэтому надо делить на 2 факториал, если верить вот в эту теорему. Соответственно, там k тоже повторяется дважды, поэтому тоже надо делить на 2 факториал. Откуда взялась эта теорема? Почему это так? Ну, интуитивно понятно. У нас есть всего 13 факториал способов переставить буквы слова комбинаторика, но при этом, если мы между собой вот так вот просто взаимно переставляем буквы o, а это делается 2 факториала способами, то мы получаем одно и то же, поэтому надо взять и просто разделить. Идея совершенно простая. Но можно это доказать еще тупее, сделать еще более тупое доказательство, из которого все получится. Если вдруг кому-то не нравится интуитивное рассуждение, то я вам еще вот так это могу доказать. Смотрите, вот у нас есть всего n позиций. Вот есть всего n позиций, на которых мы можем расставлять буквы. Понятно, что c из n по n1 – это количество способов поставить на какие-то n1 из этих n позиций символ a1. c из n по n1 – это количество способов разместить буквы a1 по каким-то n1 позициям. Дальше пользуемся правилом умножения. И из оставшихся n-n1 позиций выбираем n2 позиции для буквы a2 и так далее. Последняя c будет n-n1 минус и так далее, минус nk-1 по nk. Ну, вообще говоря, вот это и есть nk. Все понимают, что вот это в точности равно nk. То есть последняя c – это просто единица, но это неудивительно. Если мы зафиксировали позиции для первых k минус 1 букв, то последние k букв расставляются однозначно. Это понятно. Ну, а дальше вы расписываете каждую c по формуле с факториалом и видите, что все последовательно уничтожается. Остается вот это вот вражение. Наверное, я не буду это расписывать, ладно? Просто по формуле через факториалы шлеп-шлеп-шлеп и все посокращалось. Ура! Значит, эту теорему мы доказали. Какое же эта теорема имеет отношение вот к этой задаче? К обобщению биномиальной формулы. Ну, давайте напишем полиномиальную формулу. Придется стирать. Итак, обобщением биномиальной формулы служит полиномиальная формула. Полином — это уже многочлен. Не двучлен, как здесь, а многочлен. Полиномиальная формула. Она выглядит так. Здесь надо взять сумму. По всем возможным упорядоченным наборам чисел n1 и так далее nk следует узнавать уже нечто знакомое. Каких? Ну, во-первых, таких, что каждая из них натуральна, то есть не меньше, чем 0. Это для любого i. И сумма этих чисел n1 плюс и так далее плюс nk равняется n. Значит, мы суммируем по всем упорядоченным наборам чисел n1 и nk, неотрицательных целых в сумме дающих n. Такое выражение p от n1 и так далее nk, x1 в степени n1, x2 в степени n2, xk в степени nk. И вот то, что получается, называется полиномиальной формулой. Так раскрываются скобки. Ну, я уж не знаю, на кого я произвел впечатление этим фактом, но судя по тому, что не все подняли руки, что знают, как раскрывать скобки, то для кого-то это вновь. Я спрошу так, все ли понимают, что означает вот эта кошмарная запись с сигмой? Но, по идее, должны. Мы просто фиксируем каждую такую последовательность, которая обладает указанными свойствами, для каждой такой последовательности вычисляем то, что здесь написано, а потом суммируем все, что получилось. Вот. Так, а почему это так? Поднимите руки, кто понимает? После того, как я написал. Больше народу. Это уже хорошо. Ну, давайте я поясню быстренько. Смотрите, что такое n-ная степень вот такой скобки x1 плюс и так далее плюс xk. Это просто произведение n выражений вида x1 плюс xk. Значит, x1 плюс xk, x1 плюс xk. Я делю, умножить и так далее. Умножить опять же на x1 плюс и так далее плюс xk. Мы перемножаем n таких одинаковых скобок. Ну, как раскрываются скобки? Надо взять из первой скобки какую-то переменную, из второй скобки какую-то переменную и так далее, да? Ну, смотрите, понятно же, что из скольких-то скобок мы тем самым возьмем переменную x1. Из скольких-то скобок возьмем переменную х2 Из скольких-то х3 и так далее Но вот давайте считать, что n1 Это как раз количество скобок, из которых взяли х1 n2 — это количество скобок, из которых взяли х2 nk — это количество скобок, из которых взяли nk Ой, хк, извините Понятно, что эти n-итые не отрицательны, в сумме дают n Понятно, что если мы взяли n одну штуку х1, то у нас получится как раз х1 в степени n1 Если мы взяли n2 раз х2, то это еще домножится на х2 в степени n2 и так далее А вот количество способов получить такую ситуацию Оно в точности равно вот этой величине Потому что, опять же, нам нужно просто из n возможных скобок выбрать n одну скобку Из которой мы возьмем х1 Потом из оставшихся n-n1 выбрать n2 скобки, из которых мы возьмем х2 и так далее Ясно, что получится то же самое выражение, что и раньше Не очень быстро Сейчас всем понятно, почему это так? Ну, отлично Все, вот, что? Это мы обсудим совершенно в отдельной лекции Она будет очень развлекательная, но не сегодня Сколько слагаемых в этой сумме мы обсудим Нет, в этой сумме очень просто посчитать число слагаемых, потому что они упорядочены Когда упорядочены слагаемые, все легко А вот когда они не упорядочены, это сложная задача И об этом я буду рассказывать позже А это, ну, подумайте, это легкая задача Сколько всего слагаемых, это понятно Вот Отлично Полиномиальную форму напомнил И, кстати, вот эти величины Так же точно как c-шки Называются, соответственно, полиномиальными коэффициентами Ну, в частности, P1, N1, N2 Это обычный биномиальный коэффициент, как нетрудно видеть Харе Когда она у меня все дальше и дальше уезжает Она пытается от меня сбежать, но это ей не удастся А, стабилизировать можно Ага Давайте попробуем А вот Шиш, да? Нагонная Ну, ладно Спасибо А, слушайте, а у нас тут принято устраивать перерывы Или мы будем до 21.30? Нон-стоп Хотите такой марафончик? Ладно, давайте устроим перерыв Ну, на 5-7 минут, не больше Давайте я сейчас, наверное, напомню некоторое количество классических тождеств комбинаторных Которые имеют место со всякими там биномиальными коэффициентами и прочее Которые полезно знать просто для решения различных задач Ну, а также, в принципе, продемонстрирую технику, как такие тождества появляются В простейшем случае Значит, тривиальное тождество Это c из n по k Равняется c из n по n-k Это тождество, которое, конечно, получается тривиальное из формулы, которую мы доказали Вот, ну, оно же, понятно, получается из тех соображений, что k сочетаний в множестве столько же, сколько n-k сочетаний Если у нас есть k сочетания, то дополнительное к нему n-k сочетание определяется однозначно В общем, это тривиальность Второе тождество, которое я обычно выписываю в этом месте Оно выглядит так Так, c из n по k равняется c из n минус 1 По k минус 1 плюс c из n минус 1 по k Это тождество, которое на самом деле имеет некоторое название И, возможно, все-таки присутствующие помнят это название Называется тождество, порождающее треугольник Паскаля Как выписать все c-шки, помогает это сделать такое тождество Получается оно очень просто Комбинаторно можно его так доказать Вот у нас есть n объектов И мы из них хотим выбирать всевозможные k сочетания Понятно, что мы можем сделать это ровно c из n по k способами Просто по определению Неважно, знаем мы при этом формулу или не знаем Но c из n по k это количество k сочетаний отсюда А дальше мы их просто расклассифицируем Бывают k сочетания Не содержащие элемента А1 Не содержащие объект элемента А1 Ну, я думаю, что это в общем более-менее понятно Да, просто двумя способами мы посчитаем одно и то же число То есть мы посчитали количество k сочетаний тривиально по формуле А с другой стороны мы можем посчитать его так Мы посчитаем те k сочетания, которые не содержат элемента А1 И отдельно те k сочетания, которые его содержат Содержащие элемент А1 Ну, понятно, что k сочетаний, которые не содержат элемента А1 Их в аккурат c из n-1 по k А k сочетаний, которые содержат элемент А1 Ну, раз они его содержат, значит, среди оставшихся элементов У них k-1 всего лишь элемент И таких k сочетаний будет c из n-1 по k-1 Всем понятно, да? Вот Ну, это стандартное тождество, которое порождает треугольник Паскаля То есть можно выписать с помощью него все c-шки, какие бывают Вот так там, 1, 1, 1, потом 1, 2, 1, 1, 3, 3, так, что-то у меня случилось 1 Да, 1, 4, 6, 4, 1 То есть сумма вот этих двух равняется вот этому Это ровно то, что здесь написано Сумма двух стоящих на предыдущей строчке, отвечающих n-1 Она дает нам как раз n-ный биномиальный коэффициент Третье полезное тождество, которое, конечно, тоже надо знать С закрытыми глазами Это c из n по нулю Плюс c из n по единице Плюс c из n по двойке Плюс и так далее Плюс c из n по n Равняется 2 в n-ный стиль Ну, с одной стороны, это совершенно тривиально Потому что 2 в n-ный Это, конечно же, 1 плюс 1 в n-ный А дальше мы просто применяем формулу бинома Ньютона И получаем ровно то, что написано слева Потому что в какую степень единицу не возводи Единица же и получится Останутся только c-шки Ну, фактически домноженные на какие-то степени единицы То есть это тривиальное доказательство Можно рассуждать по-другому Доказывая это тождество Тоже в каком-то смысле чисто комбинаторно А именно можно рассмотреть Множество всех Последовательностей Из нулей и единиц Длины n Последовательности длины n Состоящих из нулей и единиц Понятно, что количество элементов В этом множестве Мощность v Это 2 в степени n Это просто правило умножения На каждую позицию последовательности Мы можем поставить ноль или единицу То есть два способа Позиции n штук Двойку умножили саму на себя n раз Получили 2 в степени n А с другой стороны, вот как двойной счет Можно v Можно v разбить на куски v0, v1 и так далее, vn Значит смотрите, модулем я всегда обозначаю мощность множества Это просто стандартное обозначение для меня Вот этот вот значок Это дизюнктное объединение Дизюнктное Я таким образом подчеркиваю, что множество, которые в нем участвуют Не только объединяются, но еще и попарно не пересекаются То есть если я рисую такой значок, я заранее оговариваю, что множество попарно не пересеклись Ну это удобно Вот, а множество понятно какие v, k, t Это просто множество всех последовательностей Всех последовательностей с k единицами Понятно, что в каждой последовательности сколько-то единиц Поэтому множество всех вообще последовательностей разбивается вот на такие части Последовательности, в которых вообще нет единиц Это ровно одна такая последовательность Ну и так далее Последовательность с одной единицей, с двумя. Очевидно, что мощность vк – это c из n по k. И очевидно, что мощность v – это есть сумма мощностей v0, v1 и так далее vn. Все. Мощность v – это в точности 2vn, а мощность каждого из этих ребят – это c из n по соответствующему k. Это как раз провел сложение. Как будет? Ну, можно в каком-то смысле и так сказать. Да, ну, просто разбили множество на части и получили. Ну да, да-да-да. Либо выбрать элементы отсюда, либо выбрать элементы отсюда. Да, в общем, это правило сложения. Да. Так, прямым обобщением тождества, которое мы только что доказали, служит аналогичное тождество с полиномиальными коэффициентами. То есть сумма по всем наборам n1 и так далее nk, таким, что n и t не отрицательна, и сумма чисел n1 и так далее nk равняется n. Сумма всех полиномиальных коэффициентов, какие только бывают, равняется k в степени n. Доказывается, но если угодно, абсолютно так же, как доказывалось предыдущее тождество. Так, все понимают, откуда это? Или не совсем? Уже разогнался, да? Нормально? Ну, смотрите. Ну ладно, простейшее доказательство напишу. Вот такое. Здесь k единиц. Это, конечно, k в n, а с другой стороны мы просто раскрываем скобки по полиномиальной формуле и получаем. Вот. Ну а можно доказать комбинаторно, рассматривая не 0,1 последовательности, а последовательности из нулей, единиц, двоек, троек и так далее. Еще одно забавное тождество, которое не все помнят, но которое полезно знать, будет оно у нас с номером 5. Вот такое. c из n по нулю в квадрате плюс c из n по единице в квадрате плюс и так далее плюс c из n по n в квадрате. Чему равняется? Да. Но не все, конечно, знают. Это равняется c из 2n по n. Решение такое. Берем множество, состоящее из 2n объектов. И из этого множества начинаем извлекать всевозможные n-сочетания. Сочетание мощности n. Все n-сочетания. Их, конечно, c из 2n по n. А с другой стороны их можно классифицировать. Ну, давайте все их обозначим, как обычно, буквы v, вот как здесь обозначали. А дальше разобьем на n частей. На n плюс 1, наверное, часть. Сейчас, секундочку. Значит, у нас будет v равняется v0 и так далее vn. v, и здесь vk, t – это множество тех n-сочетаний. Это те n-сочетания, в каждом из которых ровно k элементов принадлежат множеству а1 и так далее, а n. То есть мы как бы разрезаем вот это исходное множество пополам и смотрим только те n-сочетания, которые вот в этой первой половинке содержат ровно k элементов. Понятно, что мощность vk – это c из n по k помножить на c из n по n минус k по правилу умножения. c из n по k – это количество способов в первой половинке зафиксировать k элементов, а c из n по n минус k – это количество способов выбрать из второй половинки n минус k оставшихся элементов так, чтобы получилось n-сочетание. Дальше пользуемся первым тождеством и получаем в аккурат c из n по k в квадрате, откуда все и выходит. Такое вот чисто комбинаторное решение этой задачки. Можно, конечно, там как-нибудь по индукции доказывать, если знаете ответ, но вот чисто комбинаторное решение. Следующее забавное тождество, которое я люблю рассказывать, оно имеет такие, ну, в какой-то мере симпатичные следствия, поэтому я надеюсь, что кого-нибудь в этой аудитории я все-таки уже порадую. Ну, конечно, не всех, есть люди очень взыскательные, чтобы их порадовать, надо рассказать что-нибудь совершенно продвинутое, но до этого мы тоже постараемся дожить. Ну, или хотя бы анекдот какой рассказать, а я вон уже полтора часа разговариваю, и ни одного анекдота не рассказал. Просто удивительно. Ну, не судьба пока что. Вот не дожили еще до этого момента. Значит, давайте шестым пунктом я не буду писать тождество, а я к нему приду. Приду я к нему такими же комбинаторными средствами, с помощью которых я доказывал предыдущие результаты, то есть двумя способами посчитаю одно и то же. Так, ну, давайте рассмотрим какое-нибудь множество, наверное, а1 и так далее. Может быть, вот так будет удобно, если я ничего не путаю. Рассмотрим множество, состоящее из n плюс 1 объектов, и из этих n плюс 1 объектов будем выбирать m сочетания с повторениями. Вот отсюда выберем все m сочетания с повторениями. Именно с повторениями, то есть те, которые сложнее всего считались. Ну, понятное дело, мощность V это есть что такое? Это есть c из n плюс 1 плюс m минус 1 по m в соответствии с формулой, которую я сегодня напомню. То есть это есть c из n плюс m по m. С этим все согласны, конечно. Теперь давайте V разобьем на части, расклассифицируем, так сказать, все m сочетания с повторениями. Следующим образом, значит, V0 это множество тех m сочетаний, в которые A1 вообще не входит. V1 это множество тех m сочетаний, в которых ровно один раз входит элемент A1. Ну и так далее. V2 это те m сочетания, в каждое из которых ровно два раза входит элемент A1. Видите, они же с повторениями. Мы их классифицируем просто по числу вхождения элемента A1. Ну и так далее. Ну понятно, докуда. Как обычно, мощность V равняется сумме мощностей. Осталось сказать, чему равняется мощность каждого из этих множеств. Ну вот VK-то я какой-то. Чему равна его мощность? Сколько есть m сочетаний, которые содержат ровно k элементов A1? Да, ну в общем типа того. Сейчас будем разбираться, да. Ну давайте напишем с чертой сначала, чтобы не запутаться. Я сам сейчас запутаюсь. Значит, если k раз входит A1, это означает, что m минус k раз входят какие-то другие элементы. То есть надо взять из n по m минус k с чертой, если я не ошибаюсь. Из n по m минус k с чертой, да? Всему n плюс 1 элемент. A1 встречается ровно k раз. Поэтому все остальные n элементов должны войти m минус k раз. Отсюда c из n по m минус k с чертой. То есть c из n плюс m минус k минус 1 по m минус k. Правда же, да? Соответствует нашей стандартной формуле. Так. Знаете, что? Ну это так довольно омерзительно, конечно, выглядит. Ну хорошо. А это есть то же самое, что c из n плюс m минус k минус 1 по n минус 1. Это в соответствии с первым тождеством. Ну n минус 1 плюс m минус k – это как раз то, что написано снизу. Ну вот. Да, так вот симметризуем, чтобы у нас сверху все время одно и то же стояло. n минус k, n минус 1. Ну и у нас получается в итоге тождество. Так, вот это я зря стираю. Сейчас. Мне бы не запутаться. Тождество получается такое. c из n плюс m по m равняется сумме вот этих величин. Ну давайте я как-то напишу не в виде сигмы, а просто прям подставлю. Значит, у меня будет c из n плюс m минус 1 по n минус 1 плюс c из n плюс m минус 2 по n минус 1 плюс и так далее. Ну, последнее слагаемое какое будет? Какое будет последнее слагаемое? Это важно. Какое самое большое k здесь бывает? m плюс 1, правильно? m, да? А, мы же всего m элементов берем. Да, самое большое k это m, то есть последнее это просто c из n минус 1. Тьфу ты, намазал. Сейчас. c из n минус 1 по n минус 1. Ну, единица, конечно, да, но неважно. c из n минус 1 по n минус 1. Ну и что? Тождество как тожедество. Номер 6. Ну, оно довольно забавное. Значит, смотрите, давайте возьмем n равные единицы. Ну, если мы возьмем n равные единицы, то мы получим абсолютно впечатляющий результат. Я люблю, когда катарсис, он подготавливается постепенно. Поэтому сначала надо получить дурацкий результат. И все подумают, ну, там так. Значит, слева получается m плюс 1 по m. Что есть на самом деле? Что такое из m плюс 1 элемента выбрать m? Сколькими способами это можно сделать? m плюс 1, да? m плюс 1. Так, что у нас получается справа? Мы подставили n равные единице. У нас получилось c из m по 0 плюс c из m минус 1 по 0 плюс и так далее. Плюс c из n. Да, вот я на кого-то повоздействовал уже, да. Ну, понимаете, что по 0 это всегда единица. Это мы с вами проходили. Пустое множество выбирается одним способом. Крокодилов в Москве-реке нет. Вот, то есть это единица, это единица, это единица. Их m плюс 1 штука. Батюшки света, какое потрясающее тождество. Давайте возьмем n равное 2. Так, c из m плюс 2 по m равняется c из m плюс 1 по 1, плюс c из m по 1, плюс и так далее, плюс c из 1 по 1. Так, это я сотру. Хотя жалко, что я стер само тождество. Ну ладно. Так, c из 1 по 1. Так, что такое c из m плюс 2 по m? Ну да, надо честно посокращать факториал. У нас получится m плюс 2 на m плюс 1 пополам. Равно. Но опять, по одному элементу выбирать тоже легко. Понятно, что сначала мы написали m плюс 1, потом мы написали m, потом дальше пойдет m минус 1 и так далее, вплоть до единицы. Но это уже поприятнее. То есть, как следствие из нашего тождества, при n равном 2 мы получили известную формулу для суммы арифметической прогрессии. Мы таким образом доказали, что сумма чисел от 1 до m плюс 1 равняется вот этому. Ну а стало быть, сумма чисел от 1 до m равняется, там, ну понятно, m, m плюс 1 пополам. Известная, конечно, формула, но все-таки чуть более нетривиальная, чем то, что было при n равном 1. Так, ну а что будет при n равном тройке? У нас будет c из m плюс 3 по m равняется. Почему же оно равняется-то? c из m плюс 2 по m, да? Ой, по 2. Плюс c из m плюс 1 по 2, плюс и так далее, плюс c из 2 по 2. Так, пишем, что слева. m плюс 3, m плюс 2, m плюс 1 на 6. 3 факториала это 6. Справа стоит m плюс 1, m плюс 2 пополам. m плюс 1 пополам. Ну и так далее. Последнее, видимо, надо писать как 2 умножить на 1 пополам для единообразия. Ну согласен, да. Полного единообразия не получилось. Теперь получилось. Спасибо. Но для того, чтобы это выглядело чуть более симпатично и впечатляюще, это надо расписать вот так. m плюс 1 в квадрате пополам, плюс m плюс 1 пополам, плюс m в квадрате пополам, плюс m пополам, плюс и так далее, плюс 1 в квадрате пополам, плюс 1 вторая. Понятно, я просто везде пораскрывал таким образом скобки. Ну и ясно, что поскольку на предыдущем шаге мы научились с вами считать сумму арифметической прогрессии, а раньше не умели, вот, то мы вычислим отдельно вот эту вот сумму, которая как раз является суммой арифметической прогрессии. Полученную сумму перекинем влево, приведем там подобные, вынесем что-то за скобку, и у нас замечательным образом получится формула для суммы квадратов, натуральных чисел, которую многие забыли напрочь, если и знали. Эта сумма равна m, m плюс 1, 2m плюс 1, поделить на 6. Знаете такую формулу? Ну вот она отсюда сразу получается. Ну дальше понятно, то есть если вы хотите последовательно получать всевозможные формулы для суммы степеней натуральных чисел, кубов, там, четвертых, пятых, вы просто каждый раз находите очередную, потом подставляете следующее n в наше тождество и находите еще одну формулу. Ну это такое больше развлечение, конечно, для восьмиклассника, у него должны глаза на это дело гореть, но понимаете, круто, да? Из одного тождества сразу все формулы для суммы степеней натуральных чисел от единицы до какого-то. Что? Просто если нарисовать табличку, вот эту треугольник поставить, да, все понятно, как это будет. Что? Ну так тоже можно. Можно и так, но я не знаю, вам очень хорошо. Как вам больше нравится? Да, можно так, как вы говорите. Ну я не вижу принципиальной разницы, все же просто очень. Так. Кто как привык, конечно. Ой, ну хорошо. Так, еще одну вещь я вам хочу напомнить, важную, это, конечно, формула включения и исключений. Она еще будет очень в существенной мере обсуждаться в рамках этого курса, потому что оценки, которые из нее возникают, в том числе в теории вероятности, они совершенно нетривиально устроены, и с этим нам придется побороться. Значит, формула включений и исключений. Ну ее можно по-разному формулировать. Один из вариантов формулировки чисто теоретика множественной. Если у нас есть какие-то множества S1, S2 и так далее, S, ну скажем, N, то мощность их объединения можно измерить следующим образом. Сложить мощности множеств S1 и так далее, S, но, разумеется, мы что-то посчитаем лишний раз. Элементы, которые находятся в пересечениях, например, попарных, мы заведомо посчитали лишний раз, поэтому это надо компенсировать путем вычитания. Мы вычитаем мощность S1, пересеченного с S2, вычитаем и так далее, вычитаем мощность S, N-1, пересеченного с S, N. То есть всего вот знаков минус в этом месте, C из N по 2. C из N по 2 вычитаний, каждую пару пересечений мы вычитаем. Затем мы замечаем, что когда мы вычитали пары пересечений, мы какие-то потройные пересечения посчитали лишний раз, поэтому нам приходится компенсировать обратно. Мы пишем S1, S2, S3, плюс и так далее. Итак, C из N по 3 слагаемых, последний из которых будет, ну, что-нибудь типа S, N-2, S, N-1 и S, N. Ну, минус и так далее, и последним будет минус единица в степени N помножить на мощность пересечения S1 и так далее, S, N. Это такой теоретико-множественный вариант формулы включения-исключений, который, я думаю, что все присутствующие, конечно, знают и видели. Доказывать я это не буду, хотя формально это нуждается в доказательстве. Это можно делать разными способами. Можно, например, по индукции. Ну, я думаю, что вам это будет только скучно, и никакого инженерного смысла в таком доказательстве точно нет. Математического большого тоже. Иногда записывают формулу включения-исключения, это бывает полезно в чуть более, в другом немножко виде. Абсолютно, конечно, эквивалентном тому, что написано тут. Ой, прошу прощения, да, совершенно верно. Минус 1, конечно, здесь в степени N-1, спасибо. Ну, или N-1, как хотите, но четность должна быть не такая, какой она, противоположный. Спасибо, договорился. Другой способ записи такой. Есть тен объектов, каждый из которых может обладать или же не обладать некоторым набором свойств. Набор свойств, ну, скажем, α-1 и так далее, α-n маленькая. Значит, есть n маленькое свойство, n большое объектов. Каждый объект обладает или не обладает некоторыми из перечисленных свойств. Давайте через n от α-1 и так далее, n от α-n, обозначим, соответственно, количество объектов, которые обладают вот здесь свойством α-1, здесь свойством α-n. При этом, если они обладают свойством α-1, они, конечно, могут еще какими-то обладать или не обладать, это не важно. Главное, что мы выделили отсюда все объекты, которые заведомо свойством α-1 обладают. Ну, там, условно говоря, в этой аудитории люди обладают какими-то свойствами, да. Кто-то знает английский язык, кто-то очень хорошо программирует, а кто-то может забраться на дерево, выпить две бутылки водки залпом и не упасть. Вот. Ну, вот, значит, смотрим на аудиторию и считаем, сколько людей знают английский, сколько людей программирует хорошо, сколько могут забраться на дерево. Вот. Ну, точно так же вводим более способных людей, которые могут забраться на дерево, выпить две бутылки водки, не упасть, и еще и материться по-английски, например, да. То есть, вот это вот уже люди, которые двумя свойствами одновременно обладают. Ну, и так далее. Самые такие полиглоты, суперспособные товарищи, это… Да, полиглот, кстати, хорошо звучит и в контексте английского языка, и в контексте человек, который способен в глотку загнать пару бутылок. Хорошо. Значит, N от α1, αN – это вот количество людей, которые обладают вообще всеми способностями из числа перечисленных. Соответственно, через αi' – будем обозначать отрицание свойства. То есть, вот человек не обладает свойством αi' – это эквивалентно тому, что он обладает свойством αi' –. Ну, и тогда у нас получается такая очевидная формула. Число людей, которых Господь обделил наоборот, то есть, они не могут ничего, ни английского, ни программирования, ни водки. Их, понятно, количество всех людей, минус количество тех, которые умеют что-то одно, плюс количество тех, которые умеют и то, и другое, в каком-нибудь смысле. Значит, плюс N от αN минус 1 αN, минус и так далее. И вот здесь минус единица в N-ой как раз степени, в отличие от предыдущей формулы, потому что здесь, видите, из N начинаем вычитать. Ну и последнее – это N от α1 и так далее αN. В такой записи, в такой интерпретации формула включения и исключения бывает тоже полезна. Так, ну всем понятно, откуда она берется. Это то же самое. Мы просто берем всех людей, выкидываем из них тех, кто знает что-то одно и так далее. Компенсируем потери. Давайте приведу пример парочки тождеств, которые являются знакопеременными. До сих пор у нас все тождества, которые я давал, были знакопостоянными. Там всюду были только плюсы. Но иногда в тождествах участвуют и плюсы, и минусы. Вот седьмое тождество совершенно стандартное. Такое. С из N по нулю минус С из N по единице плюс С из N по двойке минус и так далее, плюс минус единица в n-ной степени С из N по N. Чему равняется? Ну, неправда. Оно равняется единице, если N равняется нулю. Вы все время забываете про крокодилов в Москве-реке. И нулю, если N больше нуля. Это правда. Вот в этом случае это правда. Доказательство тривиальное. Мы просто берем беном Ньютона для выражения единицы минус единицы в N. И, конечно, это имеет смысл только при N больше нуля. Если N равняется нулю, у нас только одно слагаемое, но С из нуля по нулю — это единица. Из пустого множества выбрать пустое множество можно тоже одним способом. Вот. Это простое. Чуть более сложное можно получить с помощью вот этой самой формулы включения и исключений. Давайте восьмое мы его тоже получим, как шестое. У нас есть множество, состоящее из N объектов. А через V мы обозначим не его. Давайте это множество для краткости назовем тоже A как-нибудь. А — это множество из N объектов. А V у нас будет множество, состоящее из всех M размещений с повторениями. Выбранных из A. Все M размещения с повторениями, которые мы сможем выбрать из A. Понятное дело, мощность V равняется N в степени M. Это, я думаю, понятно. Мы сегодня это проходим. Давайте считать для определенности, что M строго меньше, чем N. Нам это будет полезно просто для красоты. Считаем, что M меньше, чем N. Давайте рассмотрим такое свойство α и T, где I от 1 до N. Это свойство состоит в следующем. Свойство, я имею в виду свойство, применительно к M размещению с повторением. То есть M размещение с повторением либо обладает свойством α и T, либо не обладает. Ведь свойство такое, I не принадлежит M размещению. То есть M размещение обладает свойством α и T, если… Так, а что такое I? А и T, конечно. Да, если А и T не принадлежит этому M размещению. Так, вопрос. Чему равняется N от α1' α'N'? То есть сколько есть M размещений, которые не обладают ни одним из перечисленных свойств? Ноль. Я специально сказал, что M меньше, чем N. Неважно, с повторениями или без повторений. Но размещений, которые содержат все аиты, то есть все А1'а N, и состоящие при этом из M строго меньше, чем N элементов, не бывает. То есть вот это вот равно нулю. Так, отрубаетесь, да? Разогнался очень. Понятно, почему ноль? Ровно потому, что M меньше, чем N. Мы рассматриваем M размещение, то есть слова длины M из вот этих N символов. Что такое количество слов, которые не обладают ни одним из свойств? Не обладать свойством α' и T, это значит, что А и T принадлежит, наоборот, принадлежит размещению. То есть не обладать ни одним из свойств, это значит содержать и А1, и А2, и АN. Но N больше, чем M, такого не бывает. Так, ну а дальше пишем формулу включения и исключений. Во втором варианте своем. Ой, перестал держаться. Так, у нас получается, что 0 равняется N от α'1 минус и так далее, минус N от α'n плюс там и так далее. Значит, что такое N от α'1? Сколько есть M размещений, которые обладают свойством α'1? Давайте вы ответите на этот вопрос, чтобы я видел, что вы понимаете. Что это N должна быть? Мы же у нас заштрихованы. N минус вот это все должно быть? Ой, 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 да, извините, да. Нима эта сумма равна должна быть чем? Да, 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 конечно, конечно, извините. Ну здесь минус уже будет, здесь минус тоже, здесь плюс. Ну то есть чему равняется 0? Н большой это сколько? Это N в степени M. А N большой от α'1? Сколько есть M размещений с повторениями, которые не содержат элемента A1? N минус 1 в степени M. Тьфу, не то написал. Описался. Так, N минус 1 в степени M. Но это же верно и для N от α'N, и для любого N от α' что-то, да? А сколько таких N от α' что-то? Ну, N штука. Давайте я напишу вот так. C из N по одному. И даже здесь для красоты слога еще C из N по нулю навешу. В качестве единицы. Вот. С плюсом пойдет C из N по два слагаемых, каждый из которых уже очевидно равно N минус 2 в Мтой. С минусом C из N по 3 на N минус 3 в Мтой. Плюс и так далее. Ну, понятно, чем это заканчивается. Ну, такое вот тождество. Оказывается, что если сложить вот такую бяку с переменными знаками, не разбери пойми какую, то получится раз и ноль. При этом важно, чтобы M было меньше, чем N, иначе ноль не получится. Ну, вот так вот из формулы включения и исключения можно получить вполне нетривиальное тождество. Бог его знает, для чего полезное, но для, так сказать, тренировки мозгов уж во всяком случае. Но симпатично. Вот. Давайте сейчас изучим еще одну хорошую задачку. Сейчас я вам расскажу. Наверное, уже пора рассказать про формулу обращения Меббеллс. Кажется, я все элементарные вещи рассказал. Ну, я думаю, что опять же есть среди присутствующих люди, которые знают, что это такое. Будем их развлекать анекдотами. Вот. А те, кто не знают, ну, давайте я для вас сейчас поставлю такую замечательную задачку. Вот, смотрите, у нас есть алфавит. Назовем его X и будем считать, что он состоит из символов B1 и так далее, B с индексом R. Это вот ужасная буква, она просто так у меня сорвалась. Это R. Вот эта вот буква, это R. Дальше постараюсь писать поаккуратнее. Что алфавит из R символов. Сейчас мы из него будем составлять слова длины N. N это будет длина слова каждого. И мы будем считать, что любое слово осмыслено. Но вы мне скажете, что ответ очевиден. Сколько вообще существует слов в таком языке? Сколько есть слов длины N над алфавитом из R букв? Ну, это опять размещение с повторениями, конечно. То есть всего слов R в степени N. Ну, давайте вот посмотрим на какое-нибудь слово. Вот есть слово, состоящее из символов A1, A2 и так далее, A, N. Нет, нет, нет. A1 это одно из этих B, A2 это тоже одно из этих B. Это буквы этого слова. Каждая аитая принадлежит X, то есть является каким-то из B. Ну, а как мне еще писать? Я же должен, я же не говорю, что это слово B1, BN, извините. Что у него первая буква B1, вторая B2. Я же не буду этого утверждать. У него какая-то первая буква B1, например, какая-то вторая, например, тоже B1 и так далее. Вот я обозначил его буквы A1, A, N. Это вполне осмысленно, правда же? Ну, оно как-то вот так вот линейно нарисовано. А представьте себе, что я его сейчас зациклю. Ну, то есть вот давайте я так прямо изображу. Вот мы переходим от буквы A1, K2, как всегда в слове там, комбинаторика. К, О, М, Б, они по линеечке, по такой вытянутые. А представим, что я взял и добавил вот здесь еще одну стрелочку, идущую от АНК1. У меня получилось не линейное слово, а циклическое. То есть вот исходное слово, давайте я буду называть термином линейное слово, обычное слово. Линейное слово — это обычное слово, просто буква за буквой идут друг за дружкой. А циклическое слово — это то, которое получилось добавлением еще одной стрелочки, которая замыкает цикл. Циклические слова очень часто встречаются и в науке, и на практике, они довольно естественно возникают. А вот сколько различных циклических слов? Сколько? Вот смотрите, различных обычных слов линейных, R в степени N, это вы ответили, это очевидно. А вот фигушки. Сейчас будем с этим разбираться. Не то же самое поделить на N, потому что смотрите, вот давайте рассмотрим пример. Нет, ну давайте рассмотрим пример, ну елки, я же сейчас все объясню, чего вы торопитесь. Вот давайте рассмотрим пример. R равняется 3, алфавит, ну я когда-то это рассказывал, научился это рассказывать биологам, поэтому алфавит я составляю из букв СОН. Но вообще мне очень нравится этот алфавит, потому что из него много можно чего сложить хорошего. Правда, мы будем рассматривать с вами только N равняется 4, то есть слишком хорошего не сложить. Наверное, на N равняется 9 брать, чтобы хорошее получилось. Мне, я вам повторяю, мне достаточно вот этих трех, а биологи их знают, поэтому у нас с ними срослось все. Значит, N равняется 4. Какие бывают слова длины 4? Ну линейные я имею в виду. Ну, например, бывает слово С, какой-нибудь О, С, Х. В нем вроде как и буквы повторяются. Да? Это линейное слово. А бывает слово линейное тоже? О, С, Х, С. Бывает слово С, Х, С, О. Ой, это уже, наверное, не видно, да? Виноват, сейчас я перепишу. Это не видно. Значит, СО, С, Х, О, С, Х, С. А, С, Х, С, О, и Х, С, О, С. Вот есть такие четыре линейных слова, различных, без сомнения. Но согласитесь, что если я добавляю к каждому из них стрелочку, получается одно и то же. Вот так. С, О, С, Х. Это вот оно, СО, С, Х. Вот я его замкнул. Возьму О, С, Х, С. О, С, Х, О, и Наврал. Или не наврал? Не, не наврал. Ну что я, с ума сошел, что ли? О, С, Х, С. Очень хорошо, это то же самое слово. С точки зрения циклической записи, это то же самое слово. Понятно, что если замыкать здесь и здесь, то тоже получится одно и то же вот это слово. Это понятно. Вот, а тут куча народа собралась. Считать слова циклические. Знаете, какие замечательные соединения из этих символов получаются? Так. То есть, видите, одному и тому же циклическому слову соответствует 4 различных линейных. Ну, вы мне скажете, да, давайте возведем 3 в четвертую степень, разделим на 4. Это будет мощно, потому что оно явно не делится. Что ж такое, что ж за загвоздка такая? Как же так, 3 в четвертой на 4 не делится? Да. Например, возьмем 4 разных, 4, слово из 4, С. Ой, возьмем слово из 4, С. Ну, тогда, извините, тут надо делить не на 4, а на 1, потому что, ну, ничего другого и не бывает. С, 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 и все. А еще бывает вот такое, например, слово, С, 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 С. Ну, все, да, только О, С, О, С. С, О, С, О, С, О, С. И опять С, О, С, О. И опять О, С, О, С. Как ни крути. То есть, здесь только два варианта. Здесь один, здесь два, здесь четыре. Видите, как все сложно. Непонятно, на что делить. Нельзя 3 в четвертой степени просто на что-то одно единственное поделить. Надо как-то разбить на куски. И в каждом из этих кусков, грубо говоря, уже поделить. Вот в этом смысл. Но вот чтобы это решить, чтобы решить эту задачу, надо знать некоторую теоретико-числовую идею. Один из способов решения этой задачи – это то, что называется формула обращения Мебиуса. Сейчас я про это буду рассказывать. Так, давайте я расскажу отвлеченный такой инструмент, который потом удастся прикрутить к нашей задаче. Задача про подсчет циклических последовательностей. Это называется формула обращения Мебиуса. Такой очень красивый, важный комбинаторно-числовой инструмент, который часто возникает в разных задачах. И в теории чисел тоже. Ну, собственно, функция Мебиуса, о которой сейчас пойдет речь, это объект теории чисел. Значит, давайте я введу функцию Мебиуса. Да, разумеется, вы должны понимать, что речь не пойдет о том, как обратить Мебиуса в другую веру или что-то в таком духе. Мы будем обращать некоторые функции и делать это с помощью идеи, трюка, который придумал Мебиус. То есть он придумал не только лист, но еще и формулу обращения. Для своей формулы обращения он ввел функцию, которую мы сейчас определим. Но прежде я напомню такой факт. Если у нас есть натуральное число, большее либо равное двойке, то его всегда можно представить однозначно в виде P1 в степени альфа-1, Ps в степени альфа-S, где P1, Ps это простые, а альфа-1, альфа-S натуральные. Но больше ли равны единице? Иначе неоднозначно. Альфа-1, альфа-S натуральные больше и равны единице, а P1, Ps простые. Все знают, что такое простое число? Все знают, что число, каждое число можно единственным образом в таком виде представить? Я уверен, что почти никто не помнит доказательства. Я не спрашиваю, все ли знают, как это доказывать. Я спрашиваю, все ли знают этот факт. Точно, да? Вот про это есть анекдот. Анекдот я рассказываю с года в год, но он мне очень нравится. Это анекдот про семинар кафедры теории чисел Мехмата. Вы знаете, кто такие фирматисты? Я начну с этого. Фирматист — это человек, который пытается доказать великую теорему фирма. Великая теорема фирма — это утверждение о том, что уравнение х в степени n плюс у в степени n равняется z в степени n не имеет нетривиальных решений в целых числах. При n больше равном тройке. Знаете такое утверждение, да? Пожалуйста, не пытайтесь его доказывать, потому что обычно это кончается плохо. Я видел очень много примеров того, как это кончилось плохо, и буквально несколько примеров, как это кончилось хорошо. Ну, например, собственно, доказательства этой теоремы Эндрю Вайлсом в конце 90-х. Это был хороший пример. Вот. А, значит, на кафедре теории чисел механик математического факультета МГУ собрана целая огромная папка плохих примеров. Потому что в свое время просто было необходимо проверять эти доказательства, это требовалось. Потом появилась отписка, что теорема уже доказана, и мы больше не рецензируем работы по теореме фирма. Но, тем не менее, фирматисты не перевелись, они ходят ежегодно на кафедру и требуют, чтобы их проверяли. В основном это неграмотные люди, которые, в общем, ничего не знают, но верят в то, что фирма действительно был прав, и что великую теорему можно доказать в одну строчку. Ну, не в одну строчку, там, в 10 строчек, так что не помещается на полях арифметики диафанта, но, в общем, коротко можно доказать. Поистине удивительное доказательство, которое придумал фирма, с их точки зрения не только существует, но еще и принадлежит им. Разумеется, на кафедре теории чисел фирматистов боятся, потому что понимают, что если такой придет, то он не отцепится. Не дай бог ему подставиться, то есть надо его сразу как-нибудь отвадить, прогнать. Вот. Ну, так просто не каждого прогнать. Нельзя же сказать, пошел вон, понимаете? Ну, как-то не принято, люди все интеллигентные. Вот. Была такая история. Ну, год какой-то, наверное, 91-й. Фельдман был такой сотрудник, профессор кафедры теории чисел, видный специалист в области диафантовых уравнений. Ну, если кто знает, диафантовые уравнения – это уравнения, которые надо решить в целых числах, то есть как раз в частности теорема фирма. Ну, теоремой фирма он, может, не занимался, но диафантовыми уравнениями уж во всяком случае. И вот у него был семинар. На этот семинар пришел некий человек, который выглядел довольно странно и сразу привлек внимание, как потенциальный фирматист. Но при этом он вел себя еще так как-то, понимаете? Вот он все говорил, я доцент, я вот доцент. Я сам-то доцент, можно я на семинаре побуду? Я доцент. Ну, в общем, ну что делать? Ну, можно, конечно, побудь на семинаре. Ну, вот. На семинаре рассказывали о простых числах. К чему я, собственно, клоню? Ну, там о распределении простых чисел в натуральном ряде, сложная наука. Он сидел, сидел, слушал, слушал, в конце не удержался и говорит, а никто здесь не занимается диафантовыми уравнениями. Ну, в общем, Фельдман, который был видным специалистом, как я уже сказал, скумехал сразу, к чему дело идет. Говорит, вы знаете, вот, к сожалению, диафантовыми уравнениями мы не занимаемся. Ну, вот так сложилось, но глупо и мы как-то, вот, не сложилось нам заниматься диафантовыми уравнений. Ферматист говорит, ну, жалко, жалко, конечно, да, но, ладно, но простыми числами вы здесь занимаетесь. Вот вы не отвертитесь, семинар-то был о простых числах. Ну, да, да, занимаемся. Ну, к чему дело? Ну, непонятно совершенно. Ферматист говорит следующее. Я придумал два простых числа и два других простых числа. Перемножил первые два, перемножил вторые два, и получилось одно и то же. Ну, естественно, Фельдман выпал в осадок полностью. Ну, что такое? Ну, вот, 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 утверждение. Как такое может быть? А, говорит, в каком кольце? На что доцент этот сказал замечательную фразу. А что такое кольцо? Вот, ну, я понимаю, что не все присутствующие могут знать, что такое кольцо, это не так важно, но математик должен, в принципе, знать, что это такое. Если он придумал два простых числа и два других простых числа, и у него получилось одно и то же, то, наверное, он хоть что-нибудь должен представлять. Ну, вот, такое случается. В общем, таких пар чисел не бывает. Каждое число n раскладывается в произведение степеней простых однозначно. Функция Мебиуса. Единица. Прогнали. Ну, примерно, да. Не, ну, в общем, сбежали просто, сами сбежали. Страшно же все-таки. Обымет и унесет, ну, честное слово. Значит, при n равном единице единица, так, минус 1 в степени s, если n это произведение различных s простых чисел, s различных простых чисел, и 0 в противном случае. 0, если существует альфа и t, больше либо равное двойке. То есть, если вот в этом каноническом разложении n в произведении степеней простых присутствует хотя бы 1 вторая степень. Если n делится на полный квадрат натурального числа, то функция Мебиуса полагается равной нулю. Так, вопрос на засыпку. Чему равняется мю от 7? По определению. Отлично. Вот чем? Да? Что-что? Ну, кроме нуля, конечно. Опять мы это определяем только для тех натуральных чисел, к которым вы привыкли. То есть, для нуля она не определяется. Вот. Да, мю от простого, там одно только простое равно минус единице. Просто люди не столь грамотные, как присутствующие здесь, обычно любят представить 7 в виде 1 умножить на 7, сказать, что 1 это простое число, и написать здесь 1. Это неправильно. Единица не является простым числом просто по определению. Потому что если бы она являлась таковым, то единственности в разложении бы не было уж заведом. Вот. Все правильно. Мю от 7 равно минус единице. Ну, давайте напишем такую лему простенькую. Сумма по всем делителям числа n. Я немножко не сказал. Вот это вот обозначение, это d делит n. d является делителем числа n. d палочка n, это значит d делит n. Сумма по всем делителям числа n значений функции Мебиуса На самом деле, вот сейчас то, что я пишу, абсолютно есть то же самое, что знакопеременное тождество номер 7. c из n по нулю, минус c из n по единице и так далее. И ответ точно такой же. Равно единице. Если n равно единице, ну, не нулю, конечно, как там, но почти такое же. Здесь s равно нулю. Вот, а нулю в противном случае. Если мы просуммируем функцию Мебиуса по всем делителям данного числа n, ну, если n равно единице, то это значит, что мы просто берем мю от единицы и больше ничего не складываем. Понятно, что 1 получится. При n равном единице это утверждение тривиальное. Нам его следует теперь доказать при n большем единице. Давайте докажем. Если n больше единицы, тогда, как мы знаем, его можно представить в каноническом виде. И давайте я сразу замечу, что в этом случае s, конечно, больше или равно единице. Это понятно, но я это подчеркну. Что значит, что d делит n? Когда и только когда это происходит? Когда d какой вид имеет? Вот, очень хорошо, да. p1 в степени β1 и так далее, ps в степени βs. Ровно так я и хотел сказать. Но это довольно, естественно, напрашивается. Где, как устроены вот эти β1, βs? Но они не меньше нуля. Нулю они могут равняться, правда же? И не больше, чем α, соответствующим индексом. То есть 0 меньше или равно β и t меньше или равно α и t. Смотрите, мы суммируем такие d, μ от d, извините. По таким d мы суммируем значения μ от d. Иногда μ от d обратится в 0. Вот это еще сохранилось даже. Когда? Когда хотя бы одно β и t больше единицы, правильно? Поэтому сумма по d делящим n μ от d, это есть то же самое, что сумма по d, нет, давайте не так, извините. Я еще короче напишу. Сумма по β1 от 0 до 1 и так далее, сумма по βs от 0 до 1 μ, от p1 в степени β1 и так далее, ps в степени βs. Понимается так, в сумме всего два слагаемых, два варианта, 0 или 1. В каждом из суммирований всего два варианта. В общей сложности два в степени s вариантов. Потому что если хотя бы одно β будет больше единицы, то уже μ обратится в 0. И никакого нового значения у нас не получится. Все успевают за этой мыслью? Пуф! Ну а дальше надо просто разбить это суммирование на части. В одну часть загнать все β равные 0, в другую часть загнать такую последовательность β, в которой ровно 1 единица, в третью такую последовательность β, в которой 2 единицы и так далее. Ну, то есть вот так написать. Это равно сумма по всем β1 и так далее βs таким, что все нули, все они нули, μ от p1 в степени β1, ps в степени βs. Но это дурацкая сумма, она состоит из одного, слагаем. Дальше идет сумма по всем β1 и так далее, βs, среди которых ровно 1 единица, ровно 1 единица, а остальные нули, опять μ от p1 в степени β1, ps в степени βs, ну плюс и так далее. Понятно, что мы так все просуммируем, правильно? Так, если все нули, тогда под знаком μ стоит просто единица, и μ от единицы равно единице. Значит, мы получаем 1. 1 – это вот эта первая сумма. А чему равно каждое слагаемое внутри вот такой суммы, когда ровно 1, ровно 1 показатель степени отличен от нуля? Минус единицы мы только что выяснили. μ от 7 – это минус 1, да? И здесь стоит μ от какого-то простого числа. Ровно 1 β равна единице. Значит, здесь стоит μ от какого-то простого числа 1 – это минус 1. Ну, давайте я так напишу. Минус 1, конечно, да, но это минус 1 – это каждая слагаемая. А сколько всего слагаемых? c из s по 1. c из s по 1. Потому что дальше со знаком плюс, когда 2 вот этих вот β равны единице, у нас уже со знаком плюс пойдет c из s по 2. Со знаком минус c из s по 3 и так далее. И это равно нулю, ровно потому, что s не меньше, чем 1. Я все аккуратно рассказал. Так, поднимите руки, кто за этим уследил, потому что если я вдруг вас вырубил сейчас, то это нехорошо. Так, вот кто-то все-таки не поднял руки, что-то непонятно сейчас? Быстро очень. В каком месте было непонятно сейчас? Я могу просто… Нет, ничего? Ну ладно, значит, все, это я доказал. Классно. Действительно, это то самое тождество, которое у нас сегодня было. В точности. Так, опять мне кто-то звонит. Ой, господи, что же это такое-то? А, это может быть важно. Алло? Да, привет. Ну, всяко бывает. Знаешь, я сейчас лекцию читаю. Можно мы это обсудим через часок с чем-нибудь? Ну, хорошо, хорошо. Ладно, пока. Так, ну ладно, все осознали за то. Это не была формула обращения Мебиуса, если кто-то понял меня превратно. Это была просто лемма. Теорема. Вот теорема – это как раз формула обращения Мебиуса. Она звучит так. Так, пусть G – функция натурального аргумента. Ну, здесь натуральные понимаются, может, и без нуля. Это не важно. И F – тоже функция натурального аргумента. Причем значение F в каждой натуральной точке N получается как сумма по всем делителям числа N значений G на этих делителях. Вот нам удалось какую-то функцию представить в виде суммы по делителям числа N какой-то другой функции. Тогда G от N опять же равняется сумма по делителям числа N F от N поделить на D на мю от D. Обращение ровно в том смысле, что если мы одну функцию выражаем как сумму по делителям значений другой, то мы можем обратить это равенство и, наоборот, выразить значение функции G через значение функции F в виде суммы по делителям, но добавив вот этот вот специальный обращающий элемент. Эту функцию Мебиуса. Ну, кстати, давайте я напишу и по-другому. Очевидно, ввиду симметрии, что это то же самое, что сумма по делителям наоборот. F от D мю от N поделить на D. Согласны, да, что написать так и написать так – это одно и то же. Мы же все делители берем, значит, их можно записывать и в такой форме. Так, ну, как-то мне нехорошо сразу стирать. Нет, давайте сразу стирать не буду. Доказательства. Доказательства. Ну, а что? Мы знаем, как выражается F через G. Давайте это выражение вот сюда вот подставим, сумму, которая справа, и проверим, что двойная сумма, которая тем самым возникнет, равна в точности G от N. Ну, просто проверим. Значит, какая у нас возникнет сумма? Сумма по делителям числа N внешняя. Ну, давайте я здесь мю от D напишу. мю от D. А F от N деленное на D мы запишем вот в этой форме. Ну, согласитесь, что если аргумент это не N, а N деленное на D, то здесь писать D уже как-то негоже. Поэтому я пишу, ну, давайте скобку нарисую, сумма по D штрих, делящим что? N на D. У нас аргумент не N, а N поделить на D. Поэтому нам нужны все делители числа N, деленного на D. А здесь, соответственно, G от D штрих. Дальше, не мудрствуя лукаво, я просто сразу скажу, как переставить порядки суммирования, а вам оставлю, если угодно, на дом подумать, почему это правильно. Я обычно привожу в этом месте пример, после которого наступает просветление. Но, честно говоря, мне не очень хочется сейчас приводить пример, потому что это длинно, а вы умные. Поэтому я надеюсь, что вы поймете, что можно сгруппировать слагаемые, вынося мю за скобку, а можно, наоборот, сгруппировать слагаемые, вынося G за скобку. И получится, на самом деле, то же самое. То есть сумма по D, делящим N, здесь будет G от D, мы мю формально заменяем на G, а G на мю. И это правильно. Здесь будет сумма по D штрих, делящим N на D, а здесь мю от D штрих. Не очень сложное упражнение, понять, почему это равенство справедливо. Да простое совсем. Вот. Ну а теперь смотрите, какие здесь есть слагаемые. Вот что такое D делит N? Есть, например, D равное N среди этих слагаемых, правильно? Вот давайте его отдельно напишем, но уже, видимо, сверху, чтобы было видно. Разболталось даже это. Так. Наверное. Ну ладно, ничего, она так более-менее держится. Так, смотрите, значит, я выделяю отдельно слагаемое с D равным N. Такое тут точно есть. У меня получается G от N умножить на сумму по D штрих, делящим единицу, мю от D штрих. Ну, это мы знаем, это равно единице, и это, в общем-то, тривиально. Для этого даже лемма не нужна. А отдельно мы напишем те слагаемые, которые уже, ну, в которых D меньше, чем N. То есть, опять, сумма по D, делящим N, но только D уже предполагается строго меньшим, чем N, потому что D равное N мы выделили. Вот. Здесь G от D, а здесь сумма по D штрих, делящим N на D, мю от D штрих. Ну, смотрите, D меньше N, значит, N, деленное на D, больше единицы. Значит, вот эта сумма, равна нулю при каждом таком D. Ну, значит, вся вот эта сумма равна нулю. Мы просто складываем кучу нулей. Ура! Получилось G от N, и мы в полных героях. Действительно проверили, что формула обращения верна. Так, не очень быстро, нормально? Или уже все? Нет, вот может быть, в этом месте тяжело. Кокнуть вас я точно не собирался. Это в мои планы на сегодня никак не входило. Там неделек, так через шесть, можно попробовать. А сейчас вам надо жить. Так, все понятно, или какое-то место надо прокомментировать? Нет, все понятно, хорошо. Сейчас применим это высокое знание, это высокую технику для решения задачи о циклических последовательностях. Получится довольно громоздкая, но красивая формула с участием функции Мебиуса. Так, давайте через T с индексом R от N обозначим число всех циклических последовательностей длины N над нашим алфавитом из R символов, над X, состоящим из B1 и так далее, B, R. Побледнел фломастер, но пока видно, мне кажется, да? Или взять другой? Последовательности длины N, а символы из алфавита мощности R. Ну вот мы об этом говорили на предыдущей части, в конце. Давайте через V обозначим множество всех линейных слов. Множество всех линейных слов, обычных слов, ну и, естественно, длины N и тоже над X. Тоже над X. Тогда, разумеется, мощность V равняется R в степени N. Это мы тоже проходили на предыдущей части лекции. Сейчас нашей целью будет как-то правильно разбить V на части. Буквально в соответствии с той идеологией, с которой мы всегда действовали. Посчитать двумя способами. Сейчас будем разбивать V на части. Давайте для этого сделаем следующее. Вот пусть у нас есть какое-то линейное слово. A1, A2, AN обычное линейное слово. Назовем его циклическим сдвигом, операцию, которая его превращает в слово вот такое. Операция, которая переводит вот это слово вот в это слово, называется циклическим сдвигом. Понятно почему? Мы просто сдвинули его по циклу. Успеваете, да? Сдвинули слово по циклу и получили новое линейное слово. И вот эта операция называется циклическим сдвигом. Но вы понимаете, что если к данному линейному слову циклический сдвиг применить N раз, то получится оно же. Однако, бывают линейные слова, которые можно перевести циклическими сдвигами в себя за гораздо меньшее число операций. Не надо, не всегда надо делать N сдвигов, чтобы получить обратное исходное слово. помните вот этот пример C, 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 C. Сколько надо сделать циклических сдвигов, чтобы получить исходное слово? Один. Один. Не ноль, один. А если у нас вот такое слово CO, CO, СО, СО, Два. А если у нас вот это слово CO, CH, то все-таки все четыре придется сделать. Короче, давайте назовем периодом линейного слова, назовем периодом линейного слова минимальное D больше или равной единице, такое, что за D циклических сдвигов мы приходим к исходному слову. за D циклических сдвигов мы приходим к исходному слову. Вот здесь период равен единице, здесь двойки, здесь четверки. Гениальная догадка, которую, надеюсь, вообще все уже осознали, в чем состоит? что период любого линейного слова является делителем его длины, да. Видно, да? Один, два, четыре. Что? Любой период делает что-то там. Ну, нет, но это более-менее очевидно, правда же? Сдвинули D раз, попали в исходное слово, сдвинули еще D раз, попали опять в исходное слово, но если мы сдвинем N раз, мы же точно попадем в исходное слово. Значит, D должно делить N, это понятно. Период делит длину. Видите, вот вырисовывается какая-то функция Мебиуса, но не функция Мебиуса, а какой-то вот прототип. Давайте обозначим через D1 и так далее Ds все делители числа N. Ну, и давайте для определенности считать, что Ds равняется N. Это, кажется, будет удобным для чего-то, если не будет, ну и ладно. D1, Ds это все делители числа N и Ds равняется N. Последний из них. скажем, упорядочили по величине, но это не важно. Так. Тогда я могу V представить в виде дизъюнктного объединения множеств V1 и так далее, Vs. понятно, что такое V и T? Это все слова какие? длины N и периода N и периода D и T, да. Все слова длины N и периода D и T. Других не бывает, потому что у каждого слова есть период и каждый период делит N. Периоды D и T. Если мы перечислили все периоды, значит, мы действительно получили разбиение V на кусочки. Следующее важное наблюдение. А как, по-вашему, выглядит произвольное слово, имеющее длину N и заданный период D и T? Как оно выглядит? Вот, скажем, слово длины 100 и периода 10. Да, блоки размера 10, правильно? Блоки размера D и T. Можно, но мы пока про линейные слова только говорим. У нас циклических пока нету. Мы говорим только про линейные слова. В смысле, что один блок можно разбить на куски? В каком смысле? Слово не начинается с блока, а с части блока. Смотрите, это выделили один из... Не, 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 что? Не, вы какую-то ерунду говорите. Я прошу прощения, конечно, но слово выглядит вот так. A1, A, D, E, T, A1, A, D, E, T, и так далее. A1, A, D, E, T, N поделить на D, E, T раз. Если мы сбок разрезаны, то может быть... Смотрите, циклические или нет? Это не сводится на циклические сборки. Что вы куку? Да не делаете... Нет, подождите. Еще раз, мы никаких циклических сдвигов... Нет, сейчас, подождите. У нас есть... Нет, что-то я ничего не понимаю. Я не понимаю вообще, о чем речь. Что-то я даже не понимаю, в чем возражение. Конечно, любое слово, имеющее длину N, состоит... Сейчас, сейчас, но мы разберемся. Раз возник такой вопрос, то, конечно, мы сейчас разберемся. Ну что ж такое? Очень странно. Фломастер у меня кончился. Вот. Конечно, оно состоит просто из N поделить на D и T одинаковых блоков. Потому что как жизнь устроена? Что значит слово «периодическое»? Это значит, после D и T сдвигов оно перейдет в себя. Это значит, что будет после D и T сдвигов с A1. Оно перейдет ровно вот сюда. Вот было здесь A1, и здесь будет A1. Было здесь A2, и здесь тоже будет A2. Было здесь A, D и T, и здесь тоже будет A, D и T. Если мы еще раз применим D и T сдвигов, мы вот этот весь блок сместим в следующий и так далее, вот у нас получится N поделить на D и T одинаковых блоков. В чем проблема? Нет, все правильно. Я просто в разных, которые мы переименовали. А-а-а-а, кого переименовали, не понимаю. Я ничего не понимаю. Кого переименовали? Все, сейчас все отлично. Просто там мечтал самарик. Запутался я, что-то не пойму. Ага. А если у нас так не выглядит? Смотрите, на самом деле, это циклическое слово по периоду D и T. Смотрите, напишем A, D и T минус 1, D и T в начале, потом все это перечислено. У нас нет никаких циклических слов. Мы берем линейное слово. Нет, нет, это не циклическое слово. Мы работаем с линейными словами. Нет, 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 но у него тоже переименовали. Переобозначим. Переобозначим? Что тут? Нет, ну представьте, мы извинем это все на 1. На 1. И что? Да и ты в начало перейдешь. Ну если поставим на 1. Ну блок будет другой, конечно, но блок просто по-другому выглядит. Но все равно слово состоит из одинаковых блоков. Ну сдвиньте, пожалуйста, да. Блок просто будет по-другому выглядеть. Да, пожалуйста, перекиньте это вот сюда. Но вот у вас будет вот этот блок. Нет, 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 ну что вы. Конечно, слово просто состоит из n поделить на d и t совершенно одинаковых блоков. Но если вы его сдвинете по циклу, это будет другое линейное слово, и оно будет состоять из других одинаковых блоков. Линейные слова разные. Понимаете? Конечно, да, его можно сдвинуть по циклу, получится другое линейное слово, и оно разбито на другие блоки. Если нам дано конкретное линейное слово периода d и t, то оно в точности состоит из вот таких последовательных одинаковых блоков, и все. Линейное слово, подчеркиваю, не циклическое. До циклических мы еще не дожили. Так, сейчас всем эта дискуссия понятна? Я наконец понял, в чем было возражение. Ну, да-да-да, что d и t минимально, то есть вот это уже слово длины d и t и периода d и t. Да, это правда. Это правда, да. Итак, смотрите, мы сначала заметили, что v разбивается на s кусков, каждый из которых состоит из слов длины n и периода d и t. А потом сообразили, что если у нас есть слово длины n и периода d и t, то оно состоит из вот таких одинаковых блоков. Правильно? Поэтому можно рассмотреть такую конструкцию. Можно сказать, что мощность v равняется сумме мощностей w1 плюс и так далее, плюс ws, где дубль v и t это все слова длины d и t и периода d и t и периода d и t. Понятно почему? v и t это все слова длины n и периода d и t, но каждый из них складывается из блоков, и любой из этих блоков это слово длины d и t и периода d и t. Поэтому слов длины n и периода d и t столько же, сколько слов длины d и t и периода d и t. v и t это это тривиально, это отсюда сразу следует. А я сказал, что в v и t каждое слово имеет вот такой вид. Поэтому между v и t и дубль v и t есть взаимно однозначное соответствие. Если у нас есть длиннющее вот такое слово из блоков, то мы однозначно по нему восстановим вот такой блок. И наоборот, если у нас есть блок, то мы из него однозначно сложим слово. Я, похоже, все-таки уже очень быстро рассказываю. Поднимите руки, кто вот это вот последнее понял честно? Отлично. Ну дай бог, я надеюсь на честность, всеобщую. Я хочу, чтобы все было понятно. Я никуда, в принципе, не тороплюсь. Вот. И теперь, вот только теперь, друзья, только теперь настал момент перейти, наконец, к циклическим словам. До сих пор мы работали только с линейными, повторяю. Наконец настало время перейти к циклическим словам. Давайте через уитая обозначим все различные циклические слова, которые можно получить добавлением стрелочки. можно получить из слов в множестве дубль вэйте. То есть вот у нас есть дубль вэйте, это слова длины дэйте и периода дэйте. По каждому из таких слов, добавлением дополнительной стрелочки, можно получить циклическое слово. Вот уэйте это множество всех различных циклических слов, которые так получаются. Да? Вопрос. Если вы поняли, что такое уитая, как соотносится мощность уитая и мощность дубль вэйта? Нет, они точно не равны. Но это сумма первых первых и других. Вот. Вот. Сейчас. Сейчас. Да, вот так. дэйте умножить на мощность уитая равняется мощность дубль вэйта. Ну, смотрите, вот у нас есть слово длины дэйте и периода дэйте. Ну, например, СОЦАЖ. Это слово длины 4 и периода 4. А есть слово, я вначале уже приводил этот пример, ОЦХЦ, а есть ЦХЦО, ну и так далее, там четвертое слово. То есть есть 4 различных линейных слова, и каждому из них соответствует одно и то же циклическое. Поэтому линейных ровно в размер периода раз меньше, чем циклических. Больше. Больше, да. Больше, извините. Больше, конечно. Больше. Линейных больше. Вот их 4, а циклическое одно. Всем понятно так, да? Вот. Давайте напишем вот так. Мощность В, как вы помните, она равна сумме мощностей дубль вэйтах. Ну, значит, она равна Д1 на мощность у1 плюс и так далее, плюс ДС на мощность УС. Это в точности означает, что Р в степени Н, Р в степени Н – это мощность В, Р в степени Н равняется сумме по всем делителям числа Н. Вспоминаем, что Д1, ДС – это все возможные делители числа Н. Правильно? Значит, это сумма по делителям числа Н. Д. Ну, а вот эта вот мощность Уитова давайте обозначим через М от Д. М от Д1 – это просто мощность У1. М от Д2 – это просто мощность У2 и так далее. Это новое обозначение такое. Чтобы функции были, понимаете? То есть вот это вот у нас Ф от Н, а вот это у нас Ж от Д. У нас получилось, что Ф от Н выражается как сумма по делителям числа Н некоторой натурально значной функции Ж от Д. То есть мы в точности попали в ситуацию, которая у нас есть в формуле обращения Мёббулс. Обращаем. Обращаем. У нас получается, что наоборот Н умножить на М от Н Н умножить на М от Н Ж от Н равняется сумма по делителям числа Н чего Мю от Д Ф от Н, деленное на Д, то есть на Р в степени Н, деленное на Д. Р в степени Н, деленное на Д. Все согласны? Это я просто применил формулу обращения Мёббулс. Ну, откуда следует, что просто М от Н равняется одной Н? Вот, вот этой суммы. Так, внимание, что такое М от Н? Это количество циклических последовательностей, правильно? Это вот этого, мощность УС. Количество циклических слов длины Н и Н. И периода Н. Но только не циклических слов длины Н и периода Н, аккуратнее надо сказать так, количество циклических слов, которые отвечают линейным словам длины Н и периода Н. Вот так аккуратнее сказать, понимаете почему, да? Период есть только у линейного слова, у циклического его нет. Циклическое оно на то и циклическое, что его как ни сдвигая, оно же и получится. А вот у линейного слова есть период. Так вот, М от Н – это количество циклических слов, отвечающих линейным словам длины и периода Н. Согласны, что это не все вообще-то циклические слова, которые бывают на свете? А какие еще бывают циклические слова? Которые отвечают линейным словам той же длины, но меньшего периода. Успеваете, да? Ну а сколько таких циклических слов? Ясно ведь, что М от Д? Где Д делит Н? Ясно, нет? Ну то есть в итоге у нас получается ТР от Н… Нет, здесь не влезет. Сейчас я вот здесь напишу. Тороплюсь. Катарсис наступает, я тороплюсь. Ну не, ну тут все просто, конечно. Так, ТР от Н – это сумма по всем Д делящим Н значений М от Д. То есть это сумма по Д делящим Н. Здесь стоит единица поделить на Д. Умножить на сумму по Д штрих делящим Д. Я вот здесь вот заменяю Н на Д везде. Мю от Д штрих Р в степени Д деленное на Д штрих. Все. Я сосчитал циклические слова. Вообще все. Так, поднимите сейчас честно руку тех, кто еще не умер. Ну в смысле понял, что происходит. Нет, я понимаю, что вы все живы, конечно. Не дай бог, что тут кто-то помер по-настоящему. Я имел в виду в плане понимания, конечно. Так. Значит, друзья мои. У меня есть вариант, конечно, еще поболтать про более общую формулу обращения Мёбиуса. Это так, довольно уместно, конечно, но вот если вы живы еще, я кажется, ожил немножко. В принципе, разумно сейчас устроить, конечно, перерыв еще на 5 минут, и потом я еще там минут 40 поболтаю. А? Вы живете, нет? Да. Ну давайте. А? В 9.30 вроде. В 9.30. Как все плохо-то. Слушайте, как так? Я вроде сегодня смотрел расписание. Там в 18.00 начал, в 21.30 конец, не? В 3 часа. В 11.30 начало, в 21.30 конец. Ну ладно, ну что же делать? Ну в следующий раз, значит, будут чумы. И чумки. Странно, а мне казалось 21.30. Ну ладно, давайте тогда на этом завершим. Все-таки какой-то мини-катарсис мы получили, ну а великий, значит, будет в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому